По данным Тенгренивский ЗЭД, новое правило установлено приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции. Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Пункты о необходимости установки знаков на машины с газовым оборудованием будут внесены в правила дорожного движения. Солидарны с мнением правительства и опрошены сегодня автовладельцы. Причем и те, кто ездят на бензине, и те, кто использует сжиженный газ. Решение по установке специальных знаков для машин с автогазом одобряю. Это продиктовано мерами безопасности. Да и в целом, как по мне, газ вреднее бензина. Считаю, что установка знаков необходима. Другие водители должны знать, что рядом с ними ездит автомобиль на газовом оборудовании. Я сам езжу и на газе, и на бензине. И в первом случае у меня возникают проблемы с двигателем. Так что к газу, как к топливу для авто, в целом у меня отношения неоднозначные. В Комитете технического регулирования сообщили, что переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. В связи с чем въезд автомобилей с газовым оборудованием на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей введен специальный знак. По последним данным Управления энергетики, в нашем регионе зарегистрировано 200 тысяч автомобилей. Четверть из них имеет газовое оборудование. Процент довольно высокий, и как следствие возрастает риски аварий, связанных с эксплуатацией ГБО. Но многих водителей больше заботит не это, а оснащенный заправок заветным голубым топливом. В ноябре месяц Министерством энергетики был выделен для Актюбинской области в размере 14 426 тонн. Да, я слушаю вас, подождите. Вот, который на сегодняшний день уже полностью осваивается, который данный объем 14 426 тонн отгрузка с Актюбе-Унайгас 8532 тонны, то Казахоил Актюбе 2188 тонн и то ГАЗ-процессинг 3 706 тонн. Потребность водителей области в автомобильном газе сейчас составляет 14 600 тонн в месяц, сообщили в областном управлении энергетики. На декабрь запланирована отгрузка более 13 тысяч тонн. Предельная цена на заправках в городской черте пока установлена в пределах 54 тенге за литр. Влад Рогушев, программа «Факт».